Добрый день! Сегодня у нас интересная главоломка под названием Scube Extreme. Производство компании Meffert совместно с Тони Фишером. Как можно обратить внимание, на упаковке есть надписи на русском языке. Scube Extreme Mefferts PlayLab. Сложность. Один игрок. И возраст от 9 до 99 лет. Здесь есть описание на русском языке. И рассказывается, что у главоломки 10 цветов, расположенных на 30 сторонах. Все очень хорошо. Фирменное качество Mefferts и всякое такое. Как интересно, почитайте, если видно. Три простых шага, чтобы начать. Проворачивайте главоломку по диагонали в любом направлении. Рисунок первый. У Scube всего 30 граней. И решите главоломку. То есть всего три простых шага. Поворачивать, узнать количество граней и решить. Причем на каждой из X обратных сторон должен быть свой цвет. На промежуточных углублениях два цвета. Ну, хватит рассматривать картинки. Давайте открывать. Вот такая вот красивая упаковочка. Большая коробочка. Да, изготовленная из пластмассы. Игрушка детская для детей от трех лет. Ну вот, мои дочери чуть больше трех пойдут нам. Авось соберет. Смотрим. Подставочка никакая. Ну, инструкцию я уже всю озвучил. То есть нужно вращать по диагонали, посчитать количество цветов и потом решить. Все достаточно просто. Ну, а теперь серьезно. Что это такое и с чем его едят? Не зря здесь стоит Scube. Да, и можно увидеть очевидное сходство. Scube стандартный, ВЦА и Scube экстрим. В чем разница? То есть вот центр и здесь центр. Четыре уголка, четыре уголка. А здесь как бы вырезан кусочек вот отсюда. Причем частично на центре, частично на уголках и на соседнем центре. В итоге здесь действительно получается 10 цветов и 30 граней. И кажется, что головоломка очень сложная. А еще можно заметить, что здесь какие-то цвета не очень стандартные. То есть если на ВЦА головоломках белый, синий, красный, зеленый, оранжевый и желтый, то здесь белый, синий, красный. С другой стороны зеленый и фиолетовый. Фиолетовый вместо оранжевого. На самом деле фиолетовый вместо красного, а вместо оранжевого, соответственно, красный. Ну и желтый. Здесь мы видим лого Мефферца и подпись Тони Фишера, знаменитого изобретателя головоломок. Фишер Куб, кто знает, это как раз его рук дело. По сложности это действительно нетрудная головоломка. То есть по сути собирается так же, как обычный скьюб, плюс этап по развороту центров. И соответственно давайте перемешаем. Вращение и правда хорошее. То есть для скьюба вполне. Учитывая, когда эта головоломка была выпущена, то есть очень давно. И можно сказать, что это прям отличное качество. Действительно, качество Мефферца. Германское. То есть эта головоломка сделана не в Китае, а в Германии. Хотел бы я так сказать. Да, качество Мефферца. Но если мы почитаем коробочку, сделана в Китае. И конкретно эта головоломка произведена в июле 2019. То есть можно понять, что головоломка действительно еще производится. Хотя разработана достаточно давно. И возможно какие-то более старые модели были и хуже. Но тут прям действительно хорошо вращается. Претензий нет. Немножко неудобно держать из-за вот этой х-образной формы. Да, название скьюб экстрим не потому, что он экстремально сложный. А потому, что х на гранях. Это также на коробочке было написано. Поскольку на упаковке есть русские обозначения, легко догадаться, что купил я эту головоломку в России. И да, в Китае найти было трудно. Не знаю почему. Все обычные магазины, где я всегда покупал, там этой головоломки нет. И нашлась в России. И за два дня ко мне приехала. Очень удобно. Стоит дорого. То есть почти 2000 за простой скьюб, который собирается как простой скьюб плюс один этап, это действительно дорого. То есть мы возьмем какой-нибудь более сложный контейнер куб, который в разы интереснее и стоит в разы дешевле. Тот же самый Фишерс Кьюб. Тони Фишер. Фишер. Фишерс Кьюб гораздо интереснее. Стоит копейки по сути. Зачем же он мне нужен? Я на днях посмотрел свои головоломки в коллекции и понял, что у меня почти все простые шейп-моды скьюбов уже в наличии. То есть большинство уже есть. Какие-то едут и скоро приедут. И в итоге оставалось, что не хватает только вот этого скьюба экстрима. И оставалось там еще пара моделей, которые по сути обычные скьюбы и больше ничего. То есть их я буду покупать вряд ли. То есть это обычный скьюб, который чуть-чуть выпуклый. Даже без асимметрии. То есть неинтересно, вряд ли. Это же все-таки шейп-мод. Выглядит красиво, эстетично. Вращается на удивление отлично. И соответственно есть дополнительный этап сборки. Давайте соберем и продолжим его осмотр. Соответственно я принял нелегкое такое решение. Хотя очень было жалко за него давать такие деньги. Но я приобрел этот скьюб. И теперь у меня будут в ближайшее время абсолютно все простые шейп-моды скьюбов. То есть я сейчас не беру в расчет мастер скьюб, которые более многослойные. Именно простые шейп-моды. Которые представляют собой именно скьюб, где дополнительный момент может быть разворот центров. Как говорят, самый сложный шейп-мод скьюбов это гост скьюб. Ну или голден скьюб. Или голд скьюб. Ну, гост-версия скьюба. Посмотрим. Скоро приедет. Пособираем. Ну а здесь собираем сначала как обычный скьюб. Видим, что здесь можно сделать пиф-пафы и вот так вот все дособрать. То есть как обычный скьюб все собрано. И видим, что здесь вот эти цвета стоят гармонично. Но если посмотрим вот сюда, то здесь какое-то еще разнообразие. Кстати, есть версия этого скьюба, где вот здесь вот цвета одинаковые. Соответственно, здесь этап ориентации центров в конце отсутствует. То есть это просто обычный скьюб. Как вот такой. Просто интересной формы. Но благо в наличии был именно такой. И это хорошо. Мы видим, что здесь вот зеленый цвет, здесь розовый. Здесь какие-то вот труднопроизносимые цвета. Они не совпадают. А совпадать должны. Ну, то есть как здесь. Здесь одноцветно, одноцветно. Понятно, что если вот этот центр развернут на месте, то вот эти цвета с этими совпадать будут. Ну и, соответственно, после сборки скьюба мы должны развернуть центры. Это единственное отличие в сборке этого скьюба от простого скьюба. Ну, а если мы вспомним какой-нибудь твистис кьюб, ну, здесь все было то же самое. Собираем как обычный скьюб и потом разворачиваем центры. Но если на твистис кьюбе были одноцветные центры, ориентация которых не важна, то здесь все центры многоцветные. И одной комбинацией шести пип-пафов здесь не обойтись. То есть придется использовать вторую. А что мы видим? Какие центры нужно развернуть? Белый стоит правильно. Синий нет. Фиолетовый еще правильно стоит. Итого получается, что у нас нужно развернуть 4 центра. Ну, здесь мы можем применить 6 пип-пафов, и все будет хорошо. Сделаем 1 пип-паф, 2 пип-паф, 3 пип-паф, 4, 5, 6. Причем его неплохое кручение, скьюбе экстрим, позволяет именно с ингретриксами делать здесь пип-пафы. Пусть это не совсем так удобно, как на обычном скьюбе пип-пафы делать, но вполне возможно. Кстати, надо попробовать будет пособирать его на время, вдруг что-то хорошее получится. То есть если обычный скьюб, у меня сотка в пределах 8 секунд, не бог вечно, то оно неплохо. Это, конечно, будет подольше, учитывая, что он крутится, но все-таки чуть по-другому, он крупнее. Нет, миллиметров 60 крупнее, брать его не так удобно, но приноровиться можно. Можно попробовать открутить на нем соточку. Ну, перед тем, как сделать обучалку, наверняка покручу, хотя здесь уже все понятно, как собирать. Скьюб экстрим куплен только для того, чтобы удовлетворить мои запросы коллекционера. Да, теперь, благодаря и этой головоломке, моя коллекция простых шип-модов скьюба будет полной. Ну, будет. Некоторые еще не доехали, но все будет. И, соответственно, на каждую из них будет обучающее видео когда-нибудь. Ну, надеюсь, что скоро. Принцип сборки у них похож, ну, разве что с Кьюб Диамон, который уже выпущен, или вот с Хекс, с Кьюб от Куджей, который будет собираться так, как Диамонт, будем собирать по-другому. Но их действительно, что Диамонт, что Хекс, можно собирать так же, как обычный с Кьюб, пусть это и дольше, но это возможно. Так, волчек лык, кто помнит. Ну, интересная головоломка. Покупать, скажем так, не обязательно. Да, только это если у вас такое же желание, как у меня, собрать, ну, всю коллекцию шип-модов с Кьюбов. Есть более достойный твист и с Кьюб, который, наверное, даже чуть попроще. Ну, крутится тоже неплохо. Наверное, вот из всех этих шип-модов с Кьюб Экстрим самый простой шип-мод. Видимо, да. На нем проще всего, кстати, показывать ориентацию центров. Наверное, такой цели он и послужит. Отлично вращается. Очень хорошее качество, действительно. Не знаю, как будут держаться наклейки. Цветов здесь действительно много, в глазах слегка рябит. Но реально, если вот денег не жалко, хочется чуть-чуть что-то поинтереснее из Кьюба, то вот это оно самое. Но, конечно, ценник реально завышен. Ну, и найти уже не так просто. Далеко не везде он есть. Вот такая вот головоломка. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.